Эта борьба была рождена в Древней Греции и до сих пор не утратила своей актуальности. Один из самых интересных видов единоборств – греко-римская борьба – очень популярна на Кубани. Это еще раз подтвердил открытый турнир Славянского района среди юношей, который прошел в хуторе Прикубанском на базе 14-й основной школы. Греко-римская борьба развивает в ребятах ловкость и выносливость. Для того, чтобы перебороть соперника и совершить бросок, спортсмен должен иметь достаточно сил. Трудно переоценить роль силовых тренировок в этом виде спорта, да и сообразительности хорошему борцу не занимать. В борьбе востребованы все эти качества. 150 спортсменов из Крымского, Темрюкского и Славянского районов в турнире боролись за победу. Здесь ребята оспаривают, отбираются и 1 июня, к Дню защиты детей, у нас будет проходить Перенцево Краснодарского края по Министерству образования, посвященное Дню защиты детей. И эти победители, ребята, будут защищать честь Славянского района. Надо было видеть своими глазами, с каким горячим желанием победить боролись юные спортсмены. Многие из них демонстрировали хорошее владение всем арсеналом борцовских приемов. Конечно, они наработали эти навыки благодаря усилиям опытных тренеров. Организация хорошая, всегда все по правилам, все это честно и по времени все проходит. Призы хорошие, награждения, ну нам все нравится. Нам тут 65 километров, мы всегда сюда рвемся. И борцы хорошие, с ними пробороться, подготовиться к чемпионату края. Без компромиссности некоторых поединков, я думаю, могли бы позавидовать и взрослые спортсмены. Дома, как говорят, и стены помогают. Но, тем не менее, каждому из 70 славянцев, участников турнира, пришлось выкладываться на все 100. Один из самых перспективных славянских борцов, Агаси Восконян, был настроен весьма решительно. Я люблю борьбу за то, что разыгрывают много призов, интересно, хочется большего добиваться. Я уже выиграл одну встречу и думаю, что выйду в финал и займу первое место. Агаси стал победителем турнира в своей весовой категории. Всего же славянцы, выступив очень достойно, завоевали пять медалей высшей пробы, 11 серебряных и столько же бронзовых. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».